Его картины уходят по цене в десятки тысяч долларов, а портреты его кисти украшают коллекции звезд шоу-бизнеса, олигархов и самых влиятельных политиков мира. Самый известный современный художник на просторах СНГ, бизнесмен среди художников, меценат и благотворитель. Народный художник Российской Федерации Никас Сафронов уже второй раз дарит свое искусство жителям Бреста. Мы открываем выставку выдающегося художника современности Никаса Сафронова, всеми абсолютно, мне кажется, любимого, известного на всем постсоветском пространстве. Он пользуется очень большой популярностью, все люди хотят попасть на его выставку. Это достойный подарок жителям города Бреста. Мы хотим, чтобы все пришли, посмотрели, еще раз насладились творчеством гениального художника. На открытие выставки можно было попасть только по пригласительным. В полумраке выставочного зала гостей встречали ангелы, искристая шампанская играла в изящных бокалах, а каждая дама получила прекрасную розу. Заходя в зал, вы уже видите, что световое решение выставки было сделано таким образом, для того, чтобы все гости и посетители выставки погружались совершенно в другую атмосферу, отличную от наших повседневных будней. Это самая такая интересная вещь. Ну и, конечно же, название «Ангел света», оно говорит само за себя. В преддверии Нового года и Рождества очень хочется верить в чудеса, поэтому и «Ангел света». В экспозиции 47 полотен, графические портреты, живопись с элементами символизма, сюрреалистические картины. Каждое из произведений окутано ореолом тайной, излучает свет. Грани между реальностью и фантазией размыты благодаря уникальной авторской технике исполнения Dream Vision, а подсветка придаёт особый магнетизм. В названиях картин содержатся отсылки. Кто сумеет разгадать шифр, поймёт послание. Среди полотен и портрет автора внушительных размеров. Он состоит из двух копеечных монет времён СССР. На создание работы ушло 9 месяцев и более 8 тысяч монет, общим весом 16 килограмм. Автор работы – могилевчанин Вадис Красовский. С Никасом Сафроном я познакомился в 2016 году. Я привёз ему вот эту картину, для того, чтобы он мне сказал, стоит ли заниматься этим дальше. Это мною созданная картина в новой технике FaceMoney Illusion. И он сказал мне, что это красиво, это хорошо. И этим занимаюсь профессионально, дальше совершенствую и создаваю серию картин, чтобы было бы с лишней экспозиции. Это просто гений. Гений именно. Он меня вдохновил на общее творчество как таковое. И именно его мнение, как мнение гения, современника, гениального, мне было важно. Гени, подружный. Но когда ты к нему приходишь, он обычный домашний человек. Он любит всех, кто приходит к нему. Он просто свою любовь обволакивает так, что плохого про него вообще ничего не могу сказать. Никас Сафронов – незаурядная личность. Рассказывать о нём и его творчестве можно долго. Но лучше всего о нём расскажут его удивительные картины и, конечно, сам автор, который, к слову, обещает приехать. В Брестском областном культурном центре с 29 декабря по 30 января пройдёт моя персональная выставка. Я вас всех приглашаю на это замечательное событие для города и, конечно, для меня праздник. Там будет представлен символизм, дрейн-вижн, техника, в которой я работаю, она чем-то напоминает импрессионизм. Там будут портреты, люди-животные, просто реалистические пейзажи и графика. Там будет всё для того, чтобы удовлетворить любого даже строгого ценителя искусства. Я вас с удовольствием хочу там видеть и буду рад показать с вами новые произведения. Все работы, которые были несколько лет назад в Бресте, совершенно на 100% обновлены. Поэтому я желаю вам удачи, конечно, ангеловам-хранителям во всех ваших делах и начинаниях. Я очень люблю Беларусь, я был много раз в Бресте, и очень люблю этот замечательный, уютный, тёплый, очень компанейский, душевный город. Я с удовольствием тоже прилечу и буду вместе с вами находиться, может быть, не во все эти дни, но в какие-то из этих дней. Удачи вам, хороших вам выходных, хороших праздничных дней и храни вас Бог. Вы замечательная и страна, и, конечно, народ. Любовью к вам, Ника Сафронова. Жду вас в гости. Людмила Логодич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.